А потом уже там перед завтраком обязательно воду выпить и в течение дня воду пить. Следующее, устранение витаминной недостаточности, а витаминоза. Ну мы все, если, конечно, люди не ухаживают за своим здоровьем, то зимой абсолютно не пьют витамины, не пьют дополнительно, процент питания не вводят. И поэтому организм, конечно, за зиму ослабевает от недостатка, от хронического дефицита. Тем более, что у многих уже с возрастом появляется такая проблема, как я уже говорила, как синдром алиабсорбции, как гипоацидный гастрит, кислотность желудка понижается. А при этом не усваиваются минералы, не усваиваются кальций, магний, калий. Поэтому вот организм находится в таком хроническом дефиците. Поэтому мы это начинаем, естественно, ощущать, вроде бы, солнышко на улице, а нам хочется спать, а у нас снижение, у нас утомляемость, у нас какая-то слабость. И особо радости нет никакой, что на улице солнце светит и, в принципе, уже тепло. Вот это и есть состояние витаминоза. Поэтому устраняется витаминоз очень хорошо нашим пыльцом и шиповником. Потрясающе. И очень быстро. Поэтому 2 месяца, 3 месяца, ну, кто может как себе позвонить, вообще хронический дефицит устраняется в течение 3 месяцев. 3 месяца надо пропивать комплекс, сбалансированный комплекс макро-микроэлементов, чтобы устранить хронический дефицит. Что носить изделие с биофатурами, что носить в марте? Ну, платок, я вам сказала, обязательно. Вот это то, что нас будет защищать от ветра. Пока холодно, пока на улице еще холодно, обязательно на суставы, которые беспокоят, одевать защитные изделия. И одевать бьем, то есть, оберегать суставы от холода. А ночью мы одеваем шапочку плюс пижаму или шапочкой плюс плавки с поясом. То есть, изделия с биофатурами, вот, рекомендовано носить, использовать такие, именно в марте. Дальше апрель. Апрель, платок, платок продолжаем носить обязательно. Если уже ветры, ну, такие, можно чудо-бриллиант, естественно, там начать носить. Но все-таки платок, я не рекомендую, вообще китайцы не рекомендуют раздеваться весной быстро. Потому что это такое время, очень-очень такое, оно, оно не, время, которое обманчивое. Поэтому я не советую сразу раздеваться. Если холодно, однозначно одеваем изделия на суставы. Если тепло, не одеваем. И вот апрель месяц, с приходом теплых дней, защитные изделия начинаем одевать ночью. Дачники, то есть, начинается апрель, это огороды. Для дачников обязательно пояс, потому что в позе дачника позвоночник испытывает самые большие нагрузки. Поэтому если на огород, то обязательно в поясе, потому что пояс он будет работать как амортизатор. Плавки с поясом носим днем, если мы не дачники. Если нету огорода, то плавки с поясом носим днем в апреле. А пояс плюс шапочка ночью или пижама, то есть одеваем ночью. И в март-апрель нужно активно увлажнять кожу. Потому что весной, в это время года, сальные железы вырабатывают меньше жира. Поэтому защитный слой ее слишком тонок. Поэтому нужно активно увлажнять кожу. Ну а активно увлажняется кожа, это вода. Вода из кровки. Правильной температуры. Тот же крем наш. То есть надо обязательно уделить коже внимание. В март-апрель. Май. Межсезонье. Пятое время года, как его называют на востоке, является очень непростым периодом. И именно в это время здоровье наше нуждается в особенно сильной поддержке. И в Китае считается, что питание в это время намного важнее, чем за весь остальной период. В это время активна стихия земля. А это селезенка поджелудочная, двенадцатиперстная кишка, желудок. Селезенка поджелудочная железа наиболее уязвимая система в организме. Вот поджелудочная, она первая реагирует на наши эмоции, на любые энергетические, патологические изменения. Магновенно реагирует первая поджелудочная железа. Вот поэтому сегодня уже доказано, что юношеский диабет, причина юношеского диабета, именно связана с эфирным телом. Изменения причины, которые привели к тому, что на эфирном теле мы наблюдаем большой очень разрыв, вот это как раз и есть уже причина возникновения юношеского диабета. Потому что она самая первая, вот эта система, она сразу мгновенно реагирует на малейшие изменения, особенно электромагнитные изменения. Симптомы дисбаланса стихии земля, это пристрастие к определенным видам пищи, беспокойство, проблемы с памятью, отечность тела, избыток жидкости и слизи, лишний вес, проблемы с лимфатической системой, опущение органов, жидкий стуль. В традиционной китайской медицине желудок называют моремпитанием. Моремпитанием. Это первая часть получения и трансформации пищи и напитков в энергию. Желудок разлагает и способствует согреванию пищи, посылая переваренную пищу в тонкий кишечник и очищая ее для селезенки, где и образуется результирующая энергия. Когда этот процесс идет эффективно, естественно, пищеварение метаболизм в порядке, мы пробрем с аппетитом. Вот почему некоторые люди могут потреблять большие количества пищи, но вес абсолютно не набирают. Наоборот, те, у кого желудок вялый, слабый и есть проблемы с пищеварением, они поправляются на 3 килограмма, всего лишь посмотрев на сливочный торт. Всего лишь посмотрев или понюхав. Межсезонье – особенности поведения и питания в традиционной китайской медицине. Ну, вот так выглядит баланс усин в Китае, немножко по-другому звезда. И вы как видите, что земла стоит в середине всех стихий. Так как основных сезонов 4, то каждое межсезонье, как я уже говорила, это 18 дней между сезонами. 18 дней. Селезенка принадлежит элементу земля, которому принадлежит центр, влияние которого проявляется на протяжении 18 дней в конце каждого из 4 сезонов. И самим не принадлежит какому-либо сезону. Поэтому, конечно, почему вот стихия земля, естественно, стихия земля китайской традиционной медицине даются предпочтения. Вообще они говорят, что если земля у человека, стихия земля крепкая, сильная, он никогда не заболеет раком. Межсезонье управляется элементом земля. И, как я уже говорила, этому сезону, который отвечает за селезенку, придается огромное большое значение. А причина состоит в том, что желудок на пару с лодки не отвечает за пополнение энергии церкви из-за человека, то есть жизненной энергии. А селезенка за иммунитет. И если селезенка и легкие плохо работают, то человек не может в достаточном мире восполнять расходы на энергию и рано или поздно заболевает. Поэтому укрепление селезенки и желудка в китайской медицине придается такое огромное значение. Межсезонье – это уникальное время, когда вы существенно можете поправить и укрепить свое здоровье, если будете соблюдать несколько простых правил. И самое главное правило межсезонье – не кушать вечером, то есть после 19.00. Это самое главное правило межсезонья. Кушать больше злаковых и слабких корней плодов, плод до трех раз в день. Не кушать сырую и кислую пищу, то есть вся еда должна быть термически обработана. Период квашеной капусты и соленых огурчиков на межсезонье заканчивается. Единственным исключением остается лимон. Он укрепляет желудок. Не есть холодную пищу. Пища должна быть теплой. Сократить или вообще исключить употребление молочной пищи. Тем, кто без нее не может жить, межсезонье можно жарить или варить адыгейский сыр или моцарелу. Вот простые правила, которые, в принципе, если мы добавим еще к нашей продукции, нельзя пить цикорий и кофе в это время. Но очень полезно пить отвар из финика. Вот как его можно приготовить здесь написано. Вообще финики, я вам хочу сказать, я сама для себя их открыла, это сильнейший энергетический продукт. Я научилась сегодня измерять количество энергии каждого продукта. Но это вот тоже, когда мы обучались, профессор Гуляева, который нам четко показал, что такое энергия, да? Энергия, медицина 21 века. Медицина, энергетическая медицина. Потому что количество энергии четко показывает, когда вы выпьете или съедите что-то, этот продукт или этот напиток заберет у вас энергию или наоборот даст. Или, в принципе, не будет как бы иметь столько видов энергии, что истощать организм не будет. Но и давать энергию не будет. Оказывается, каждый вид продукта должен иметь не менее 7 видов энергии. Не менее 7 видов энергии. То есть, если 7 видов энергии, вы кушаете продукт, там 7 видов энергии, а это влияет на усвоение пищи. Насколько ваш организм быстро этот продукт переработает, то финик имеет 12 видов энергии. То есть, чтобы вы понимали, самое большое количество энергии это 19 и имеют, я может уже говорила, повторю, это самые, это мощи святых, которым вот можно прикладываться и, естественно, получать, вот лечиться, лечиться энергией. Поэтому финики имеют 12 видов энергии. Но я хочу вас тоже как бы обрадовать, потому что человек, который с нами проводил эти занятия, он когда проверил всю нашу продукцию, у нас вся наша продукция имеет более 9 видов энергии. То есть, это говорит о том, что то, что компания, как позиционирует компания продукт, что все это правда, что это энергетический тоник для нашего организма. Энергетический тоник, который себе компенсирует недостаток нам вот этой жизненной энергии, без которого наш организм, конечно, не в состоянии прожить до старых сними. Ну и добавление к этому еще и действительно вот то, что рекомендую, да, именно в бежсезонье, что селезенка любит три типа пищи. Это злаки. Основные злаки селезенки это пшено, гречка и перловка. А вот геркулес селезенка не любит, овсянку. А рис в этот сезон, он нейтрален в межсезонье. Его рис нельзя есть, он нейтрален. То есть, он не будет ни поездовать организму, ни вредить не будет, и поездовать.